Привет! Сегодня хотелось бы поговорить с вами на такую тему. Очень много людей говорят на тему исполнения желаний, о том, как исполнить свои желания или манифестировать модное слово. Я думаю, что многие из вас представляют, как это сделать. Если нет, дайте знать, я расскажу ей об этом. Но мне хотелось бы поговорить на несколько другую тему. Что, если произошло какое-то негативное событие в вашей жизни? Допустим, какая-то ссора с кем-то, либо негативная череда событий. Как убрать эту череду событий из вашей жизни? Есть несколько способов. Первый способ – это, конечно же, посмеяться над этим. Смех – это очень магический инструмент, большой магический инструмент. Нужно понимать, как с ним работать. У смеха есть возможность разрушать. Разрушать либо позитивное, либо негативное. Но смех, он, во-первых, дает, конечно, позитивные какие-то эмоции, позитивные вибрации. Но также он дает и много силы. То есть мы вибрируем по-другому, и к нам приходит сила. Как работать со смехом? Если что-то получилось или не получилось, вы посмеетесь над этим, даже если вам не хочется. Ах, вот это да, я не представлял, что такое может приключиться за мной. Допустим, как бы больно ни было, нужно переключиться. Это работа с мышлением. Нужно переключиться и постараться, посмеяться над этой ситуацией. Потому что, как бы то ни было, если какая-то, конечно, не очень сильная трагедия, неприятности, они в долгосрочной перспективе, такие мелкие неприятности, разговоры, ссоры, они, может быть, сыграют нам на руку в будущем. Они нам даны для того, чтобы научить нас чему-то. И иногда мы в ретроспективе смотрим на эти неприятности, и они кажутся нам совсем небольшими, совсем маленькими. Так вот, представьте, что вы смотрите на эти неприятности в ретроспективе, то есть в позиции плюс 10 лет. То есть они кажутся такими маленькими, незначительными. Вот мы плавно подходим ко второму принципу. Это уменьшить значимость чего-то. Многие из вас читали книги Вадима Зеланда, и они абсолютно работают. Это факт для меня. Так вот, когда мы уменьшаем значимость чего-то, будь хорошего или плохого, это действительно помогает. Нейтральная сторона, нейтральное отношение, нейтральное отношение – это их состояние, это состояние Бога, состояние Творца. Чем мы нейтральнее будем реагировать на какие-то негативные, да даже на позитивные, кстати, вещи, тем больше шанс того, что будет все так, как мы хотим. Допустим, если произошла какая-то неприятность, вы можете посмеяться над ней и сказать, подумаешь, подумаешь, да, вот это вот слово подумаешь, оно на самом деле вас спасет. То есть преуменьшать важность какого-то события негативного – это второй способ. Третий способ – это, если вы думаете, что это череда неприятностей, и вы уже представляете себе, что может произойти, что-то еще, вы пытаетесь переиграть слайд. То есть это, опять, довольно кропотливая работа, вам нужно делать ее каждый день, может быть, несколько раз на дню, то есть вы думаете, что в какой-то обречестве думаете, что может быть что-то произойти, вы проигрываете позитивный слайд, то есть вы представляете у себя в уме абсолютно противоположно, что-то очень позитивное. И вот тут вы, когда вы представляете что-то, вы тут включаете свои эмоции. И вот тут вы радуетесь, что, допустим, все закончилось одним прекрасным способом. То есть вам нужно как можно больше нейтрализовать эту ситуацию, и тут понадобится, конечно, усилие. Что может помочь еще? Конечно же, какой-то откуп. Если у вас есть какая-то негативная проекция, то, скорее всего, вам нужно будет что-то отдать. Может быть, пойти в храм или куда-то еще. Может быть, дать деньги на благотворительность. То есть отдать свою энергию. Когда происходит что-то негативное, это вас забирает вашу энергию. Поэтому вам нужно будет отдать эту энергию в виде лакшми, в виде денег. Это денежная энергия. Или, например, энергия вашей работы. Вам нужно где-то безвозмездно, допустим, поработать волонтером или что-то еще. То есть безвозмездно что-то сделать для другого человека, какое-то добро. То есть нейтрализовать эту цепочку. Вот таким образом можно закончить череду каких-то неприятностей. Надеюсь, что вам это поможет. И что у вас не будет неприятностей, а будут только самые-самые прекрасные моменты. Пока-пока. Продолжение следует...